Добрый день еще раз, уважаемые участники Альпийской Академии. Давайте проверим звук и изображение. Отлично, да, я надеюсь, что хорошо слышно, может быть, не так хорошо видно, но тем не менее, презентация должна быть видна хорошо. Мы продолжаем с вами наш сегодняшний марафон, полумарафон по австрийским горнолыжным курортам. Сейчас мы с вами отправимся на горнолыжные курорты земли Зальцбург. Часто называют Зальцбургский край или Зальцбургер-Ланд, делая транскрипцию просто с немецкого. Я буду говорить земля Зальцбург, мне кажется, так удобнее называть эту австрийскую федеральную землю. Что нам с вами известно про землю Зальцбург? В нее входят 22 горнолыжных региона, 2500 километров горнолыжных трасс. Отличительная особенность этой земли, здесь есть много соединенных между собой зон катания и регионов катания. Они могут быть соединены как подъемниками и трассами между собой, и могут соединяться еще в рамках единого скипаса. В земле Зальцбург без преувеличения самое современное техническое оснащение горнолыжных курортов. Здесь каждый год вкладываются большие деньги в то, чтобы инфраструктура туристическая горнолыжная стала более удобной, чтобы кабинки были просторные, чтобы заменить бутельные подъемники на кресельные подъемники, а кресельные, в свою очередь, на кабинные подъемники. Это действительно здорово, правда, к сожалению, не бывает так все просто. Это, конечно, сказывается из года в год на стоимости скипасов. Но это происходит на всех горнолыжных курортах абсолютно, там, где стремятся достичь высокого-высокого уровня обслуживания клиентов. Комфортная высота курортов, на которой находятся населенные пункты, и гарантии снега в этом регионе представлено полностью. Мало того, что здесь практически тоже 90% склонов могут быть оснежены дополнительно. В земле Зальцбург находятся и курорты, где предлагается катание на леднике. А катание на леднике – это практически круглогодичное катание, или, по крайней мере, катание, которое может начинаться в сентябре и заканчиваться аж в июле месяце. Что еще в земле Зальцбург интересно? Земля Зальцбург, скажем так, я бы сказала так, да, в Тироле начался горнолыжный спорт. В Тироле были первые созданы, скажем, первые инфраструктуры для горных лыж. И Тироль, несомненно, является меткой для всех любителей горнолыжного спорта. Земля Зальцбург и курортов земля Зальцбург пришлось побороться за этих клиентов, но они в этой борьбе были вполне-вполне успешны. Скажем, да, регион Целямзе и Капруна, о котором мы с вами сегодня тоже будем говорить, вот они в прошлом году отметили самое большое количество приехавших к ним туристов с того времени, как этих туристов вообще начали учитывать. Горнолыжные школы земли Зальцбург тоже особенные. Во-первых, обратите, пожалуйста, внимание, все известные австрийские горнолыжники родом, ну, скажем, кроме Бенджамина Райха, да, не из Тироля. Большая их часть родились в земле Зальцбург. Выросли здесь на этих склонах, занимались здесь в спортивных школах и достигли очень больших высот. Горнолыжные школы в земле Зальцбург, они всегда зарабатывают новые методы обучения катания или новые специальные курсы. Вот, например, они ввели такой курс, который называется Ski Comeback. Это специальный курс для тех, кто лет 5-6-7 назад катался, а потом по каким-то причинам перестал и вот решил восстановиться. И вот специальные курсы помогают таким любителям снова активно начать кататься. Есть специальные курсы для тех, кому за 50, и они решили первый раз встать на лыжи. Есть так называемая новая школа, которая обучает катанию, да, фрирайд и фристайл. И с прошлого года горнолыжная школа Зальцбурга объявили, что они теперь не будут стремиться сделать из своих учеников любителей, да, каких-то больших спортсменов. Они считают, что нужно получать удовольствие, катаясь на лыжах. И исходя из этого, они сказали, мы больше не учим вас карвингу, как это было принято. Мы немножечко возвращаемся в сторону старого, доброго, параллельного ведения. Но, тем не менее, это не будет теперь связано с большими физическими нагрузками и требованием, да, и требованием высокой техники. Мы будем кататься расслабленно, раскрепощенно, сексием. Приезжайте к нам и получайте удовольствие даже от обучения катанию на горных лыжах. Что в этом регионе еще? Здесь тоже короткие трансферы из аэропорта Зальцбурга. Здесь есть курорты, да, регионы с шикарными термальными комплексами. Гастрономическая часть тоже, естественно, представлена. Там даже есть тоже такой разработанный маршрут большой, это даже несколько маршрутов по всей земле Зальцбург. Он называется Виа Кулинария. Тоже можно посмотреть, прям набрав Виа Кулинария в интернете, и вам покажут, куда можно заехать и что попробовать. Здесь и производство сыров, и производство шнапса, и горные рестораны. В том числе, например, в земле Зальцбург находится ресторан, в котором работает единственная в мире женщина-повар, у которой есть три мишленских клубака. Давайте еще раз взглянем на карту, чтобы вы, да, вспомнили, где что находится. Здесь у вас на карте прям вся Австрия с аэропортом прилета Вена, Зальцбург, ближайший в Германии Мюнхен. Избург показан. Хагенфург мы сейчас специально несли, чтобы посмотреть, что это все близко. И вот три региона, о которых мы с вами сегодня будем говорить. Это долина Гастайн, это Целямзей-Капрун, и это регион Зальбах-Хентерглем. Еще раз смотрим на расстояние. Здесь тоже очень близко доехать до всех курортков. Примерно полтора часа езды, час сорок, час сорок пять, может быть, до Зальбаха. Очень удобно добираться. Когда разводят туристов по определенным регионам, чаще всего идет сборный трансфер до определенного места пересадки, и потом отсаживаются и едут в долину Гастайн. Автобус доезжает до терминала в Целямзее, и оттуда, буквально 14 километров, уже отвозят туристов в Зальбах. Нужно при этом еще помнить, что практически на всех этих курортах подъезд больших автобусов к отелям не разрешается, поэтому всех туристов забирают уже на микроавтобусах с терминала автобусного, и, соответственно, доставляют в отель вместе с багажом. Про полетную программу напомню. Итак, из Москвы в Зальцбург весь сезон будет летать рейс по субботам. Стартует он 30 декабря. Будет дополнительный рейс 2-9 января. Из Санкт-Петербурга в Зальцбург полетит рейс со 2 по 9 января, и потом, Сергей уже говорил, да, есть будут на Мюнхен, откуда можно будет добраться на курорт этого региона. Вильнюс, после того, как полетает в Клагенфурд, переместится тоже на Зальцбург 27 января. И из Риги в Зальцбург тоже с 30 декабря по середину марта будет летать чартерный рейс. Ну что же, отправимся, да. Вы посмотрели на карте, где находятся наши регионы, и мы сейчас уже начнем с первого региона, долины Гастайн. С точки зрения курортности, это самый заслуженный, наверное, регион. Правда, его курортность началась не с горных лыж, а началась она с термальных источников. Здесь они тоже были известны очень давно, еще с XVI века. В XIX веке этот курорт расцвел, да, там, даже для того, чтобы снабжать несколько курортных поселков этого региона, по указанию самого императора, был проложен трубопровод. Кстати, трубопровод функционирует до сих пор. После Второй мировой войны, да, немножечко это все, популярность спала, но в дополнение к термальным источникам, здесь добавились еще горные лыжи. Сейчас долина Гастайн располагает уникальной инфраструктурой, потому что курорты лечебные, да, курорты водные были очень хорошо подготовлены, в большей части отелей, четырехзвездочных, по крайней мере, есть свои бассейны с термальной водой. Я вам сейчас даже покажу отель, который, собственно говоря, стоит над своим собственным термальным источником, самым большим в этом регионе, и дополнились еще горными лыжами. Горные лыжи сначала были достаточно скромные, а потом они распространились, конечно, очень-очень серьезно на всю, на всю долину. Что я здесь должна еще вам сказать? Да, опять комфортная высота проживания, от 800 до 1000 метров над уровнем моря, свободная зона Wi-Fi во всей зоне катания, три курорта входят, Дорфгастайн, Подховгастайн, Батгастайн. Всего вот в этой долине, да, 265 километров трасс, из них большая часть, да, почти 200 километров, соединены между собой, но если вам недостаточно катания в этом регионе, вы можете перейти в огромную зону катания с Ки-Амадей, а там уже 760 километров трасс. Так что если кому-то покажется мало в долине Гастайн, можно всегда отправиться в зону, соединенную с Кипасом, подъемниками и трассами с Ки-Амадей. Два термальных комплекса находятся на курортах, есть два вокзала, я сейчас скажу, в каких населенных пунктах, то есть можно на поезде совершенно спокойно доехать до Зальцбурга, если вы хотите, ну и в принципе кто-то совершает такие переезды и приезжает сначала в Вену, а потом на поезде из Вены приезжает прямо непосредственно до горнолыжного курорта. Давайте мы сейчас посмотрим на схему трасс этого региона. Вот я вам показываю, вот она долина, вот отсюда мы заезжаем в долину, проезжаем сначала курорт Дорф-Гастайн, потом проезжаем курорт Батхов-Гастайн и добираемся до Батхов-Гастайна, в конце концов. Долина, зона катания Батхов-Гастайна и Батхов-Гастайна соединены между собой системой трасс и подъемников. Есть еще две отдельные зоны, это Спорт-Гастайн, вот он здесь наверху самый высокий, и там больше всего возможностей для фрирайда существует. Есть маленькая для любителей совсем, вот, да, зона катания около Батхов-Гастайна, она самая первая была видна в строю, там сейчас такая сложная достаточно трасса, но в лесу проходит, есть любители, которые отправляются кататься именно на нее. Вот здесь между двумя зонами находится учебная зона, сюда, если кто-то начинает кататься, рекомендуется сначала на горнолыжном автобусе, который, конечно, входит в стоимость, приехать сюда, в Ангер-Альм, и здесь находится офис горнолыжной школы, офис проката оборудования и большая удобная площадка для занятий новичков. Трассы разного уровня, есть те, кто подходят, трассы подходящие и для простого катания, да, несложные трассы, очень удобные, широкие, очень хорошо приготовленные склоны, вот Сергей может подтвердить мои слова, там кататься действительно одно удовольствие, особенно вот здесь спускаясь из зоны катания Шло-Сальм, спускаясь в Батхов-Гастай, например, и там существует длинный, длинный, вообще самый длинный в земле Зальцбург спуск, боюсь наврать, можно посмотреть, да, в интернете справиться, по-моему, 7 или 8 километров, когда ты и едешь, и едешь, и едешь по замечательным, приготовленным, несложным, широким трассам. Я уже сказала, в долине есть два термальных комплекса, один из них находится в Батхов-Гастайне, называется он Альпентерме, второй находится в Батхов-Гастайне, называется он Фельзентерме. Комплексы существуют давно, Фельзентерме вообще такой давно существующий комплекс, Альпентерме был построен уже 2000-е годы, и в то время был самым современным, самым большим термальным комплексом в горах. Тоже не останавливаться на достигнутом, в Альпентерме этим летом открылась новинка, они сделали, понятно, что в термальном комплексе есть бассейны с термальной водой разной температуры, они могут быть под крышей, они могут быть на свежем воздухе, есть бассейн с простой водой, он, правда, на улице находится, например, в Альпентерме, поэтому там вода такая бодрящая получается, в том числе зимой. Огромный комплекс саун, детская часть. Вы, наверное, да, тот, кто сталкивался с альпийскими отелями, с австрийскими и с саунами в них, вы знаете, наверное, что здесь принято ходить в сауну без купальников. Ну, гости приезжают разные, не все, да, готовы поддерживать эту нудистскую методику, принятую в австрийских отелях, и в термальных комплексах, и во многих отелях звездочных стали создавать либо так называемые отдельные женские зоны, например, в Альпентерме есть Лэдис Волт, да, там можно совершенно спокойно быть среди своих, скажем так. А во многих отелях, например, стали вводить так называемые текстильные сауны, там не очень высокая температура, туда пускают даже с детьми, и там можно ходить с купальниками. Так вот, эти два термальных озера, они дополнили возможности Альпентермы, и одно огромное термальное озеро, оно работает летом, а второе в зоне саун будет работать и летом, и зимой. Что еще есть в Долине Гастаине? В Долине Гастаине есть совершенно уникальное лечебно-оздоровительное предприятие, я бы сказала. Это радоновые штольни. Радоновые штольни были открыты, их действие было открыто в 50-е годы прошлого века, выяснили, что это положительным образом влияет на устранение симптомов, неприятных ощущений при заболевании сустава, как болезнь в векте, например, очень хороши для позвоночника, очень хороши для лечения заболеваний верхних дыхательных путей, и это превратилось в целую такую большую-большую, так скажем так, клинику. Понятно, что там можно приехать на лечение, для того, чтобы добиться лечебного эффекта, нужно провести лучше всего 3 недели в этих местах, регулярно совершая заезды в эти радоновые штольни, находясь в этом влажном, теплом, насыщенном параме с содержанием радона в воздухе. А можно еще совершать так называемые заезды для знакомства или пробные заезды. Это классная совершенно вещь, когда вы хотите после активного дня катания дать организму действительно отдохнуть, немножко расслабиться и восстановить силы. Эти пробные заезды, они проходят по вторникам и четвергам, после обеда, немножко раньше придется уйти со склона. И мы уже говорили о том, что у нас есть разные дополнительные опции, времяпрепровождение для наших туристов, которые организуют тест-тур. Вот тест-тур организует заезды, эти пробные заезды в штольни, включая трансфер, поэтому могут и туристы из других регионов земли Зальцбург поучаствовать в такой экскурсионной программе. Вы заезжаете в штольни, заезд длится не так долго, как лечебный, но для расслабления мышц, для того, чтобы на следующий день проснуться абсолютно бодрым и полным сил, этого вполне достаточно. Вот это у нас предлагается тоже. Что еще в Далингостане происходит зимой? Значит, там масса, конечно, всяких разных мероприятий, в том числе и по сноуборду проводится чемпионат мира обычно в январе. Мне нравятся очень их мероприятия, которые связаны с развлечением и творчеством. Во-первых, это искусство на снегу, и это проходит как раз в наш сезон, с 27 января заранее приезжают разные мастера, и в разных местах, на склоне в основном, они выпиливают фигуры изо льда или из снега, и они бывают совершенно уникальными. На это очень интересно смотреть, когда они только делают, а потом можно катаясь посмотреть вот эти созданные творения и искусства, которые будут существовать, только столько времени, сколько будет идти зима, а потом они исчезнут. И в этом есть какая-то особая такая прелесть, да, приходящая. Потом проходит уже очень хорошо закомендовавшись себя, несколько лет, по-моему, 9-10 лет проходит, джазовый фестиваль. Джазовый фестиваль проходит в марте месяце, чуть больше недели он идет. И понятно, что в рамках этого фестиваля на разных площадках, например, на лесопилке бывшей, да, или есть такая площадка, такая площадка, кафе, ресторан, в бывшей электростанции в Бадгастане выступают разные группы. На эти мероприятия нужно покупать билеты, это обычно вечернее мероприятие, но в рамках этой джазовой недели музыканты выступают и наверху, в горах. Поэтому, посмотрев расписание, вы можете приехать и свой обед, да, на горе провести в очень приятной обстановке, слушая действительно выступления шикарных-шикарных музыкантов. Есть еще так называемый аттракцион Flying Waters, я не помню, будет ли у нас картинка, в Бадгастане его визитная карточка, это водопад, который прямо в самом центре города находится. И над этим водопадом пару лет назад устроили, да, Flying Fox такой, да, называют его Flying Waters, вы можете на тросе пролететь 300 метров прямо непосредственно над водопадом. Говорят, что адреналин обеспечен полностью при этом, при этом в заезде, скажем так. Переключилась, не сказала, в Спортгастане наверху, тоже не на всех родах это есть, есть возможность поучиться управлять собачьими упряжками, да, как только ложится-ложится снег, в январе месяц, да, приезжает специальная компания, и они каждый день, нужно только заранее записаться, наверху там такое плато находится в Спортгастане, можно поучиться покататься на собачьих упряжках и самому прокатиться, и даже для маленьких детей там тоже есть специальный курс, чтобы они смогли попробовать, как это делать, конечно, под присмотром взрослых. Вот, а мы с вами начинаем наше движение по курортам долины Гастайн. Я уже сказала, первый курорт, который вы проезжаете, когда едете на трансфере из аэропорта Зальцбурга, это Дорфгастайн. Если Батховгастайн и Батгастайн уже хорошо знакомы и туристам, я думаю, и сотрудникам агентств, то Дорфгастайн мы взяли в нашу программу буквально в прошлом году, и в прошлом году он уже стал пользоваться очень большой популярностью. И сразу хочу сказать, что его правильно очень оценили наши коллеги и туристы из Литвы и Латвии, и он пользуется у них большим-большим спросом. Простите, простите, пожалуйста. Большим спросом. И я думаю, что на него стоит обратить внимание и всем другим, потому что, первое, вот этот Дорфгастайн, само название о себе уже говорит, это деревушка. Он маленький, обозримый, с очень маленьким небольшим центром, но при этом совсем достаточным и необходимым для катания. Да, все очень уютно, все очень по-альпийски, по-австрийски. Объекты, которые мы здесь выбрали, они находятся, там, по крайней мере, три из них, находятся прямо в непосредственной близости от склона, от детской площадки для занятий. Из одного отеля вообще скин, ски-аут, считайте, можно сделать. В Дорфгастайне свои собственные трассы, их не очень много, по-моему, около 50-50 километров, но именно Дорфгастайн соединяется с этим огромным регионом Ски-Амаде. А Ски-Амаде, вы знаете, включает в себя, в себя уже даже ищетерийский курорт, не только курорты земли Зайдбук. Здесь есть и Цауханзей, и Альтенмаркт, и Радштадт, и так далее, и так далее, и так далее. Чтобы перемещаться между этими курортами, кое-где придется воспользоваться горнолыжным автобусом, но, в принципе, он функционирует как так называемые горнолыжные качели. Поднялись на подъемники на вершину, спустились по трассе в другую соседнюю долину. Поднялись на подъемники, спустились в другую соседнюю долину. Что важно, когда вы приобретаете Ски-Пас в долине Гастайн, от двух дней этот Ски-Пас действует во всем регионе Ски-Амаде. То есть ваш Ски-Пас действует на всех 760 километрах трасс. И в Ски-Амаде они все время устраивают разные штуки. Там тоже везде бесплатный Wi-Fi. Они дают вам возможность скачать специальный апп, для того, чтобы, например, сосчитать, сколько километров в день вы проезжаете. И в прошлом году там появились еще специальные очки, в которые тоже встроен чип, как я понимаю. И он вам транслирует подробности про трассы, про регион. Все время все подсказывает. Но если вы поедете все-таки чуть быстрее, чтобы информация при такой скорости сможет вам помешать почему-то, то они автоматически отключаются. Говорят, ну тогда катайтесь, пожалуйста. Пожалуйста, замечательно. И там есть возможность после дня катания с помощью этого аппа тут же моментально все загрузить на Facebook или в Instagram и сообщить своим друзьям, коллегам, родственникам. Вот так я замечательно сегодня катался. Значит, еще раз из Дорф-Гастайна непосредственный переход. Вон там его даже видно. Дорф-Гастайна довольно. Переход в зону катания Ски-Амадей. Пару слов об отелях я обещала вам сказать. Значит, вот вам первый пример комплекса апартаментов, который так и называется. Горный рай. Я буквально несколько недель назад была в Дальней Гастайне, я специально заехала посмотреть, что это за апартаменты, и убедилась в том, что это апартаменты очень высокого качества. Просто очень высокого качества. Новые, современные. Возможность модификации. Вот видите, там есть предложение апартаменты стандарт большой, апартаменты стандарт маленький. Это там очень просто сделано. Просто есть еще дополнительная комната, которая при необходимости присоединяется к этому апартаменту или, наоборот, опять обратно отсоединяется. Очень качественная мебель, потому что владелец этого комплекса, он, собственно говоря, изначально, да и до сих пор продолжает его основной бизнес, он краснодеревщик, считайте. Он изготавливает на заказ мебель. И вот все, что сделано из дерева, а из дерева в этих апартаментах сделано очень много, все сделано, собственно говоря, на его, на его этом маленьком предприятии. И есть, вы видите, огромные апартаменты, пентхаус, когда можно разместить аж до 10 человек. Значит, размещение без питания, полностью оборудованная кухня современная. И с этого года новость. Для тех, кто проживает в апартаментах Берг Парадис, включено неограниченное посещение Альпентерма. Да, нужно будет воспользоваться автобусом для того, чтобы доехать до Ботков-Гастайна, но посещение этого комплекса для гостей апартаментов бесплатно. То же самое можно сказать вот про этот небольшой домик. Он называется гостевой дом Грац. Это вот, собственно говоря, с чего начинались, начинался горный рай. Да, вот был такой небольшой домик. У него внутри сейчас оформлено все в таком, мы говорим, рустикальном стиле, то есть традиционный, но тоже много дерева. В этом домике есть сауна. Но с этого года, так как они включают, как они включают тоже для проживающих в этом гостевом доме, посещение комплекса Альпийские термы, сауна будет только по запросу. Много приезжает постоянных гостей к ним, и поэтому они сауна оставляют, но по запросу ею можно будет воспользоваться. Я еще не сказала, что вот Берг Парадис находится, и, собственно, Грац, они находятся буквально в двух шагах, там реально два шага, от детской зоны катания. В детской зоне катания есть маленький подъемник-транспортер, и можно подняться на нем, взрослым тоже, естественно, и спуститься тогда к нижней части, к нижней станции основного подъемника. А вот отель, со сложным тоже выговоренным названием, Онтермюллергуд, ну, в общем, да, подмельничное хозяйство, скажем так. Действительно, когда-то была мельница, мельничные колеса еще даже остались в качестве антуража. Вот он стоит практически на склоне, то есть если вы выходите на лыжах, вы спускаетесь вот здесь к подъемнику, и потом после катания тоже приезжаете непосредственно сюда. Настоятельно рекомендую обратить внимание на Дорф-Гастайн, как на новый курорт в долине Гастайн. Мы с вами вверх по долине и едем в Батхов-Гастайн. Мы все еще на достаточно таком, да, плоская часть долины, там река протекла, и вот он, Дорф-Гастайн, уже покрупнее поселок, да, потому что был тоже курорт на водах, естественно. Мы видим прямо отсюда, да, где подъемник наверх нашло, сальм уходит. Здесь вы сейчас, когда приедете, вы увидите, она не будет мешать совершенно никому, только развязка немножко, немножко на шоссе поменялась. Идет стройка. Здесь был такой заслуженный старый фуникулер нашло сальм. Его сейчас меняют, будет абсолютно современно новый подъемник, но его откроют не в этом сезоне, а в следующем зимнем сезоне для туристов. И здесь находится большой комплекс Альпинтерна. Сразу скажу про отели. Значит, еще раз подчеркиваю, в первом вебинаре сказала, на всех курортах, во всех регионах у нас есть полный набор, полный спектр объектов размещения. От дешевых пансионов, апартаментов без питания, отелей 3 звезды, отелей 4 звезды, 4 звезды супериор, пятизвездочный отель там на курортах, где они есть. Ну вот, например, хороший пример. Если кто-то знаком с долиной Гастайн был, с прошлого года нет у них больше пятизвездочного отеля. Многие помнят, наверное, Гранд Парк отель. Он теперь называется Дас Альпенхаус Гастайн Арталь. Они немножечко уменьшили звездность свою. Правда, это, по-моему, не очень сильно сказалось на стоимости, но, тем не менее, отремонтировали. Зона СПА там всегда была шикарная. В самом центре удобной доступности до термального комплекса, до подъемника. Сделали такую другую типологизацию номеров. Обратите внимание, у нас вот есть двухместные номера категории С и Н. С на двух человек, ВН до четырех человек селится. Конечно, мы рекомендуем максимум двое взрослых и двое детей. Обратите внимание, номера в этом отеле сейчас могут быть connected. Они могут соединяться как между собой, так и в одной категории. Это, естественно, все нужно делать по запросу. Есть и номера еще больше. Есть junior сьюты и сьюты в этом отеле. Но вот наши контингентные номера, те, кто у нас в квоте, которые вы можете бронировать сразу, не дожидаясь подтверждения категории номера, это номера Double S и Double M. Хорошо известны тем, кто уже работал из долины Гастайн, наш, собственно говоря, хит-продаж всегдашний. Это отель Австрийский двор. Не буду говорить. Нет, скажу. Эстер Айхиша Хоф. Но, в принципе, мы его тоже сокращенно называем О.Е.Хоф. И тогда всем понятно, о чем идет речь. В самом центре курорта Постоянно происходит ремонт. Два года назад поменяли лобби, поменяли ресторан. Размещение здесь предоставляется с полупансионом. Есть разные категории номеров, в том числе и двухкомнатные, для того, чтобы можно было размещать до четырех человек. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что в этом отеле, редкость большая для Австрии, существует возможность размещаться в одноместном номере двум отдыхающим. Чаще всего, конечно, это взрослый и ребенок дает на цвет, потому что номера все-таки не очень большие по площади. И посмотрите, очень удобно, можно соединять этот номер, да, connected, с двухместным номером комфорт, где размещается до трех человек. Ну и, конечно, самое главное достоинство и преимущество этого отеля, это то, что он соединен подземным переходом с термальным комплексом общественным Альпентерме и посещение термального комплекса, неограниченное по времени, включено в стоимость проживания. Это, естественно, очень большое преимущество и по расходам, и по удобству, потому что подземный переход отапливаем, вы из отеля просто в халате приходите в огромный термальный комплекс с разнообразными совершенно возможностями. Если вот не хочет идти в большой комплекс, действительно бывает, что в сезон, в разгар сезона, после катания много народа набирается. У отеля есть свой собственный спа-комплекс, тоже бассейн с термальной водой, очень красиво оформлены в таких стиле римских терм, можно там в спокойной обстановке тоже термальной воде покупаться. Немного еще о двух отелях, просто хочу обратить ваше внимание на то, что в отелях, везде вы сейчас увидите примечание, 4 звезды, бассейн с термальной водой. 4 звезды, бассейн с термальной водой. Привела вам здесь тоже примеры стоимости проживания в этих отелях. И хочу обратить ваше внимание на отель Палас. Он раньше просто Палас назывался, потом они стали такой мини-цепочкой, видите, у них общее название Йоханнес-Бат. И в отеле Палас, что хорошо, стандартные номера, при этом в одноместном номере можно размещаться, сингл плюс чайлд, что бывает востребовано, но далеко не так часто встречается в Австрии. Бассейн с термальной водой, крытые теннисные корты, которые относятся к отелю, да, они платные, но удобно то, что они ряд, да, непосредственно с отелем соединяются. И в этом отеле можно заказывать размещение полупансион, а можно заказывать размещение полупансион плюс. У вас там даже, например, цены в разнице написано. Вот в полупансион плюс входят тогда пиво, вино и безалкогольные напитки включены в стоимость, соответственно, этого полупансиона плюс. Просто для примера проскочу буквально дальше. Я уже сказала, разных категорий. Вот вам, пожалуйста, отель Гарни 3 звезды, да, про Гарни Сергеевич рассказывал, только завтрак в самом центре курорта с достаточным набором инфраструктуры в отеле, но без излишеств. Или, например, апартаменты, да, комплекс апартаментов 4-х звездочные, да, весьма комфортные, большие, просторные очень номера, в том числе в этом комплексе апартаментов есть маленькое бестро, где можно перекусить, зайти, есть лыжохранилище, есть парковка для автомобилей. Сейчас вот. Ну, они 4-х звездочные апартаменты. Движемся дальше и приезжаем на самый верх, Бадгастайн. Находится на высоте ровно 1000 метров. Посмотрите, как поменялась у нас картинка. Да, мы с вами видели альпийские домики, достаточно ровную территорию, по которой удобно на беговых лыжах кататься и гулять. А попали мы с вами на курорт, который был выстроен тогда-то по принципу улитки. Нашли источник с лечебной водой и построили над ним отель. Нашли следующий источник, да, с водой, построили над ним еще отель. И весь отель расположился на склоне, действительно, как улитка. От одного уровня к другому удобнее по лестнице, да, бывает перейти, чем на машине проехать. И у него такой, действительно, курорт, вид европейского, европейского курорта на водах. Мы, собственно говоря, с вами сейчас и видим уже. Это вид, да, от водопада у нас с вами получается. Сейчас мы с вами посмотрим тоже на несколько отелей. Начну я с отеля, который еще внизу находится, в долине. Это отель называется Честа. Тот, кто опять был знаком с Багдастаном до этого, это бывший европейский двор. Это бывший европейский двор. Тоже поменялся владелец. Немножечко снизили категорию. Но качество отеля от этого ничуть не уменьшилось. Это просторные номера. Тоже типология стандартная. Легко с ней разбираться. Пример цены я вам показала. На завтраке и на полупансионе. Огромный бассейн. Огромный бассейн. Еще такого бассейна, закрытого ни в одном другом отеле. Здесь, в долине, найти невозможно. Практически, не буду врать, 25 метров. Не олимпийский, конечно, но полуолимпийский бассейн получается. Огромные, красивые такие подвалы, своды, винотека. Есть очень хороший ресторан. Значит, еще раз. Находится в долине, на равнине. Для того, чтобы добраться до подъемников, нужно воспользоваться горнолыжным автобусом. Естественно, проезд на нем включен в стоимость экипаса. Рекомендуем, например, если у вас бывают большие групповые запросы. В отеле много номеров. И группу разместить там бывает очень удобно. Поднимаемся наверх. И вот, оказываемся, уже мы видели на картинке, на первый год мы оказались уже наверху в Бадгастане. Первый объект, который я вам представляю, он тоже хорошо уже известен, это Монди Холидей. Длинное название говорить не буду. Монди Холидей Беллибью еще можно добавить. В чем особенность этого отеля? Он тоже очень большой, он состоит из нескольких корпусов. В нем есть номера, разные по конфигурации. То есть там может быть студия, одна комната, там могут быть апартаменты с одной или с двумя спальнями. И в этом отеле вы можете бронировать размещение, только размещение, без питания. Вы можете бронировать размещение с завтраком. И вы можете бронировать размещение с полупансиону. Тот, кто опять раньше сталкивался с этим отелем, вы, может быть, помните, что мы все время путали. Потому что, с одной стороны, один номер назывался вроде как апартамент, а второй номер назывался сьют. А по сути своей-то были два одинаковых номера. Только один бронировался как апартамент, и там открывали кухню для пользования, а второй бронировался как сьют, кухню не открывали только за дополнительную плату, и ты бронировал размещение с завтраком или с полупансионом. Отель ту политику поменял, и теперь у него ты все бронируешь как апартаменты, а к нему, к этим апартаментам, ты можешь выбрать доплату и забронироваться с завтраком, без питания с завтраком или с полупансионом. Обратите, пожалуйста, внимание. Теперь, так как они перешли на вот этот принцип, включена в стоимость только финальная уборка номера. Если вы хотите, чтобы номер убирали чаще, нужно это тоже забронировать заранее дополнительно, и это оплачивается, соответственно, дополнительно, при бронировании нужно оплатить. Да, близко от подъемника в зону катания, правда, нужно в горку все-таки, и обратно спускаться хорошо, а в горку немножко сложновато, но там же есть и остановка горнолыжного автобуса, тут же рядом с отелем. Тоже очень популярный на, по крайней мере, российском рынке отель, я думаю, что и, так сказать, на других рынках его тоже хорошо знают, это отель Элизабет Парк. Вот это тот самый отель, про который я вам говорила, да, сидят непосредственно на своем источнике, самый большой источник из всех источников Гастайна, ну, так и называется, источник Элизабеты. Я думаю, что в честь жены бывшего императора, названной, мне так кажется, который тоже здесь бывал неоднократно. И вот, собственно, из этого источника снабжается и термальный комплекс внизу, в Батхов-Гастайне, и в отеле потом поступает вода, ну, и понятное дело, что гости, проживающие в этом отеле, прям в самой свежей, прям, да, из скважины воды имеют возможность покупаться. Да, классические номера, вы видите, да, не альпийский стиль, а такой классический стиль. Пример размещения с завтраком с полупансионным приведен у вас на слайде. Они предоставляют бесплатный шаттл к подъемнику для своих гостей туда и обратно. Обычно шаттл предоставляют следующий мороз, можно подойти на ресепшн и сказать, что вы хотите доехать. Иногда на ресепшн вывешивается прям, да, расписание, как этот микроавтобус-шаттл ездит с утра и потом как он забирает туристов от подъемника после катания. И обратите, пожалуйста, внимание на специальное предложение этого отеля, которое действует с 6 по 13 января. Это уникальная цена для, считайте, новогоднего еще периода, для периода новогодних каникул. И поэтому спешите бронировать, чтобы можно было этим специальным предложением воспользоваться. Еще один отель из нашей программы, Сан-Отель, считайте, напротив расположен Элизабет Парка. Вот здесь, собственно говоря, горная река и водопад, и отель называется Сан-Отель. У него два корпуса. Вот это мы с вами видим основной корпус, а чуть правее стоит еще один корпус, который называется резиденция. И в отеле в основном корпусе это размещение с полупансионом, а в резиденции это апартаменты. Тоже могут быть рассчитаны на размещение до 6 человек. Вы видите апартаменты с двумя комнатами, это спальня плюс гостиная, или апартаменты с тремя комнатами. Это две спальни и гостиная, полноценно оборудованная кухня. Пользоваться услугами отеля могут тоже. И отель предоставляет тоже бесплатный шаттл к подъемнику и обратно, чтобы не бегать по лестницам туда и сюда. С лыжами, с лыжами, с лыжами. Перехожу к бюджетным объектам размещения на курорте Бадгастай. Очень популярный у нас отель, отель Хиршин. Он расположен в 500 метрах от центра. Прогуляться до центра, не пугайтесь, 500 метров. Это достаточно ровный поход вдоль долины речки. Очень приятный такой променад. На горноложенном подъемнику подъехать очень удобно. Остановка горноложного автобуса в 10 метрах от отеля. В 10. Точно так же, соответственно, можно вернуться обратно. Отель достаточно простой, вы видите, с номерами, но удобно то, что можно размещать и 2 человека, и 3 человека, и до 4 человека. Предлагает размещение только с полупансиона. Тоже уникальное предложение из 6 и 13 января. Посмотрите, пожалуйста, в подборе тура. Рекомендуем тем, кто хочет воспользоваться низким периодом цен, особенно с 13 января, и покататься в Бадгастане вместе с посещением термальных комплексов. Еще один отель Эвиан Квелли. Эвиан Квелли числится в Бадгастане. На самом деле он находится уже почти за Бадгастаном. Дорога идет вверх, идет в сторону Радоновых Штолен. И действительно, от этого отеля до Радоновых Штолен можно просто дойти пешком минут за 20. Уникальный отель, хорош для тех, кто хочет не на курорте, находиться с какой-то шумной жизнью, с ездой автомобилей и так далее, а хочет такого немножечко уединенного отдыха, при этом, чтобы было комфортно. Там очень большие просторные номера, причем, да, и есть отремонтированные номера, вы видите, они комфортно называются. Это ближайший отель к подъемнику, подъемникам на Спорт Гастайн, да. Для того, чтобы подъехать к подъемнику из Бадгастана, тоже действует бесплатный гостиничный шаг. И посмотрите, пожалуйста, на примере этого отеля, здесь тоже сейчас действует раннее бронирование. И посмотрите, пожалуйста, на разницу этого раннего бронирования. Я считаю, что она очень существенна. Вот на примере 13-20 января, да, на базе завтрака за двоих 880 евро. Я считаю, что это уникальная совершенно цена, да. Все мои примеры, это примеры с вылетом из Москвы, я сейчас смотрела подбор тура. Багастайн. Если какие-то вопросы, я думаю, что Сережа отвечает, я пообещала, что я не буду отвлекаться на чат, чтобы было удобно меня слушать. И мы с вами сейчас переедем в следующий регион земли Зальцбург. Это регион Целямзе и Капрун. Тот, кто давно занимается горными лыжами, помню, когда-то еще назывался Европейский спортивный регион. А потом мне стали себя скромно называть, что достаточно уже известны, как Целямзе и Капрун. И действительно, в известности им отказать сложно. Объясняется это следующее. Опять полтора часа всего езды от аэропорта Зальцбурга. Есть вокзал, причем отсюда, с этого вокзала вообще удобно уехать. Хотите в Эйнсбург, хотите в Зальцбург, даже, по-моему, можно в Швейцарию уехать и в Германию, в конце концов, на пересадку придется совершить. Есть озеро, которое летом является просто шикарным водоемом для купания, для рыбной ловли, для прогулок на пароходике или электрических лодках. Зимой не всегда, но чаще всего, например, в прошлом году замерзает это естественный шикарный каток, получается. Кроме этого, в этом регионе есть термальный комплекс. Сразу оговорюсь, прошу не критиковать. Мы называем его термальным. Да, я знаю, у Тауэрнска Капру нет статуса термального, потому что в Австрии требования очень жесткие. Вода на выходе из скважины должна быть определенной температуры. Скважину здесь попурили очень глубокую. И пока вода поступает на поверхность, она не добирает полградуса до 21,5, чтобы считаться термальной. Она минерализованная точно совершенно, но для бассейнов ее немножко подогревают. Но для меня это все равно большой, огромный термальный комплекс. И зона ледникового катания. Попробуйте, попробуйте, знаете, такое сочетание где-нибудь еще в Альпах, где-нибудь еще на горнолозном курорте, где у вас будут все эти три, даже не четыре составляющие. 138 километров трасс. Сразу, да, закрываюсь, да, закрываюсь. 138 километров. Знаете, туристы давно ездят в этот регион. Я хочу сказать, что этих 138 километров с их разнообразием и возможностью, так как они соединены подъемниками, хватает на неделю за глаза для абсолютно шикарного комфортного катания. Действует единый скипас, он распространяется и на ледник, и на неледниковую зону катания. Всегда утром во всех каналах, да, есть специальные каналы телевидения, вы всегда можете посмотреть, какая у нас погода сегодня на леднике, или какая у нас сегодня погода на Шмиттенхе, да, в зоне катания, которая находится ближе к Целямзее. И решить, вы поедете кататься, да, вас доставят на бесплатном автобусе в ту или в другую зону катания. И это, конечно, очень-очень удобно. Здесь на картинке, безображен, вы видите, очень современная кабина, вы уже, наверное, посмотрели, написано «Новый подъемник Арайт-экспресс». Кабинка не его. Кабинка, правда, тоже уникальная. Это кабина, разработанная, дизайн ателье Porsche. Тот, кто интересовался, может быть, да, знает, что Porsche, собственно говоря, сам-то бизнес по производству автомобиля давно уже, да, теперь акционерное общество, хотя до сих пор наследники присутствуют там в качестве наблюдательного совета. А вот дизайн, всемирно известный дизайн ателье Porsche, у него, во-первых, штаб-квартира в Целямзее, а во-вторых, они к одному из юбилеев для одного из подъемников сделали, разработали специальную кабину, прокатиться на дизайн-кабине Porsche можно, когда вы просто отправляетесь, отправляетесь наверх, да, осматривая, осматривая окрестности. А вот история с новым подъемником Арайт-экспресс, она немножечко другая. Приключаясь поэтому с вами на схему курортов и катания, посмотрите, пожалуйста, значит, вот оно, озеро, да, вот он, сам Целямзей, вот центральный район. Вот второй район Целямзей, который называется Шудруф, такой, да, гора как нос выступает, они соединены только подъемниками между собой или автобусом, ну или прогуляться можно, очень красиво есть пешеходная тропа, здесь по горке совершенно несложная, указатели есть, стрелочки, просто замечательно можно прогуляться. Вот он Капрун, да, там в 8 километрах от Целямзея. У Капруна есть своя домашняя зона катания Майя-Скоболь, ее грозятся, грозятся начать строить, собираются соединить на следующий год с ледником. Вот он ледник. А пока на ледник нужно подъехать к нижней станции на подъемнике, а потом уже забраться наверх, и там шикарным образом, на шикарных широченных ледниковых трассах, пологих, с хорошим уклоном, очень хорошо подготовленных, покататься в свое удовольствие. Из вот этой зоны Шутдорф уходил всегда, ой, собственно говоря, еще сейчас, подъемник, который называется Aright Express. И вот с этим Aright Express связан как раз новый Aright Express. Полностью меняется подъемник, увеличивается количество кабин, кабины становятся новыми, и, собственно говоря, в декабре месяце он уже вступит в строй. Второе событие, вот это вот, да, вот это вот, Шмидтенхёя празднует круглогодовщину. 90 лет назад здесь был запущен, в 1927 году был запущен первый подъемник в земле Зальцбург, горный вообще. И в этой связи будет большое празднование. Ну, да, празднование, правда, будет в декабре месяц. К сожалению, наш чартер еще не полетит, но если у вас будут желающие, вам будет интересно поучаствовать, есть специальное предложение, можно воспользоваться прилетом до Мюнхена. Я думаю, что, если будут желающие, мы вообще подготовим такой специальный пакет, чтобы можно было поучаствовать тоже в этом замечательном открытии. И с прошлого года, напоминаю, или рассказываю вам, да, по-новой, есть еще третий регион, помните, зеленый Зальцбург, он называется Зальбахинтерглем. Так вот, Зальбахинтерглем теперь тоже практически с Целямзе соединен. Я говорю практически, потому что тут есть одна оговорка. Построена первая очередь подъемника, который уходит в долину Глемталь. И трасса есть. Трасса раньше была фрирайдовская, когда-то она была действующая, потом про нее забыли, она стала фрирайдовская, а сейчас ее опять расчистили. Трасса, могу вам сказать, она красная, не могу сказать, что она прям все время такая приятная, но что стоит сделать, стоит спуститься в сторону Глемталя. Да, если вы спуститесь совсем до долины, то вам тогда придется на автобусе выбираться обратно. А если вы спустите вот до этой средней уже запущенной очереди подъемника, то вы обратно, можете даже пропустить несколько кабинок, поедете в шикарном, называется Jackbox. В общем, кабина, которая оборудована специальным апом, вы подключаетесь и выбираете ту музыку, которую вы будете слушать. Кабины огромные, народу мало. Мы когда в прошлый раз ехали, мы просто вот разлеглись на этих креслах и, да, как меломаны получали удовольствие от хорошего музыкального сопровождения. Что в Целямзе еще приятного и интересного? Проводится масса мероприятий, все не смогу причислить. Есть и ночные соревнования, в которых участвует, там, скажем, мэр, директор совета по туризму, там выстраивается такая лыжня из снега, по всему городу они проезжают, обязательно, конечно, диджей, комментарии, там, глинтвейн и все прочее. Есть, проводятся такие же соревнования, они называются ретро, когда туда выезжают на старых лыжах, таких еще деревянных, старых ботинках со старыми креплениями, одеты тоже в национальные костюмы, тоже веселое мероприятие. Каждую субботу проходит, естественно, шоу горнолыжных инструкторов, можно кататься на горных санках, и мы тоже такую, да, прям продаем экскурсию, когда в пакет включено и ужин в горной хижине и катание на санках. На что хочу обратить внимание, уже не первый раз проводится в феврале шоу воздушных шаров. Это шикарнейшая вещь. Это приезжает не, скажем так, не коммерческая структура, а это приезжает организация, которая проводит соревнования. На самом деле это один из этапов соревнований воздухоплавателей, но они устраивают два вот таких вот шикарных шоу. Картинка действительно оттуда. Один раз в Целянзее, один раз в Капруне. И это обалденное совершенно зрелище. И тому, кому очень хочется, и кто готов расстаться, по-моему, с 250 евро нужно заплатить днем, вечером, а днем, можно записаться и пролететь над всеми горами, да, посмотреть из влека на Гроссглопна, посмотреть на ледник сверху, на воздушном шаре. Что у них еще проходит? Еще проходит в марте месяце, называется Red Tons. Red Tons – замечательная вещь. Это приезжают на горные склоны, вот эти горные хижины, в разные ресторанчики приезжают, винцеры мы их называем, виноделы, и привозят с собой свою продукцию. Приглашают их, естественно, большей частью из южных регионов, да, из восточных регионов Австрии, где знаменитые вины производят, да, и они привозят свою продукцию с собой и в течение всего дня катания. Правда, это, конечно, не всю неделю, это пятница, и суббота, и воскресенье. Вы можете, вот когда вы приезжаете в горную хижину перекусить или отдохнуть, вам найдут бокал вина, расскажут, что это за вино, откуда оно взялось. Вы непосредственно можете пообщаться с виноделом. И в пятницу проходит уже мероприятие большое в конгресс-центре в Целянзе, туда билет нужно покупать, но он не очень дорого стоит, и там уже огромная дегустация и ужин. Я хочу сказать, что это действительно очень-очень приятная, интересная, интересная возможность. И написала я вам еще некую мистическую ночь, она проводится на леднике Китштайнхорн, три раза всего даты у вас написаны. Это когда вечером включают подъемники и наверху устраивают ужин в горном ресторане с разными там тоже развлечениями. Там есть и когда играют на этих длинных горнах, и йодли, и еще выступают фольклорные группы. И прям пакет, включающий подъемник и ужин, стоит, по-моему, 69 евро на взрослого, но ребенка еще полагается скидка. Быстро про отели. Сначала в Целямзе. Значит, в Целямзе показываю вам отель «Бернер». Да, такой давний отель, долгие-долгие годы сотрудничества связывают, в семейном управлении. Находится, вы видите, практически на склоне. За ним есть такой маленький подъемничек местный, такой кресельный, в сезон он работает, можно поэтому прям за отелем стартовать в зону кота, не спуститься потом к отелю можно. Крытый и открытый бассейн, шикарная обновленная спа, и очень такие комфортные номера. В самом центре находится. Для тех, кто захочет с 30 декабря, например, туда отправиться, имейте в виду, что там можно бронировать отель только в рамках специального новогоднего пакета. Но там будет включено много всего интересного. И празднование Нового года, и ранний такой завтра, 1 января, и вместе с вами отправиться на концерт музыкальный в Целямзе. Ну, только в рамках пакета можно бронировать. Отель, гранд-отель не нуждается в особенных рекомендациях. Уже давно, да, и на рынке давно, и знают его давно. Прямо на озере, да, с шикарным спа. Два здания. Сразу предупреждаю, что за зданием отеля вот здесь проходит железная дорога. Но, да, там есть номера во втором здании, которые выходят на железную дорогу, но там стоят звуконепроницаемые стеклопакеты, и ночью поезда там не ходят совсем. Но шум поездов точно совершенно не мешает совершенно отдыхать. Следующий отель – Хайцман. Значит, отель в самом центре. Целямзе практически в пешеходной зоне в двух шагах. Без бассейна, но очень уютный, отремонтированный. Специализируется, особенно, конечно, в летнее время на романтических свадебных путешествиях, но и других, естественно, не только молодоженов принимают очень охотно. Могут и молодожены приехать, может, можно с тещей приехать, можно со свекровью приехать, с кумовьями и так далее. Он, этот отель, в прошлом году построил еще одно здание, буквально там в нескольких метрах от себя. Назвали они его «Тутаймз» отель. 15 номеров всего. Здесь находятся только номера. Все остальные услуги – рецепция и ресторан, в основном отель Хайцман. И у Хайцмана на крыше есть шикарная вот такая терраса, на которой они там, в том числе, празднование Нового года устраивают. В самом центре до подъемника 200 метров в зону катания. Бюджетное размещение, пансион Хубертус, прямо напротив, дверь в дверь с подъемником, с кабинным подъемником, в зону катания Шмидт-Михаев, в зону катания Целянзея. В самом центре, очень гостеприимные хозяева. Хозяин специально выучил русский язык, специально выучил русский язык, чтобы можно было разговаривать с гостями на их родном языке. Размещение только с завтраком. Завтрак при этом исключительно из биопродуктов. Пансион отмечен, действительно, уже там в 2006 году им дали звание первого биопансиона Австрии. И есть такая комната, где можно вечером, например, собраться, посидеть. Там есть холодильник, у них нет, естественно, никакого мини-бара в номере, но там есть напитки, которые можно взять за дополнительную плату. И даже есть маленькая такая кухонька, где можно что-нибудь себе разогреть, если вы не хотите идти в ресторан или питаться в сухомятое. Пансион Вильгельмина. Тоже рядом с подъемником, да, с тем же самым. Простые очень номера в таком деревенском, можно сказать, стиле. Они рассчитаны, конечно, на размещение третьего человека, но, пожалуйста, обязательно по запросу. Здесь тоже действует сейчас раннее бронирование. Вот в эту цену, которая здесь указана, включена возможность ежедневного посещения общественного бассейна в цель Амзе. Он находится буквально там, тоже в 200 метрах от этого пансиона. Обратите, пожалуйста, тоже внимание на эту интересную опцию для ваших туристов. Помните, уже название Альпен Парк с нами встречалось? Это апартаменты высокого уровня в центре Цель Амзеи. Сначала были просто апартаменты, уже с прошлого года достроили, и теперь к инфраструктуре относятся также сауна и ресторан. Здесь вы можете тоже бронировать большие достаточно апартаменты, вы видите, до 8 человек. Есть в этом комплексе сауна, есть рестораны, и теперь есть возможность бронировать размещение без питания и готовить сами. Магазины находятся все буквально в двух шагах, для того, чтобы можно было купить продукты. Можно бронировать размещение с завтраком, с полупансионным. Вот у вас появилось новое, неизвестное, не появляющееся вам до этого сокращение, которое называется ДО. Здесь можно забронировать динер-онли, что тоже бывает востребованно. Например, все готовы купить себе что-то на завтрак и перекусить на горе, а вечером готовить не хотят. Поэтому этот динер-онли очень интересная и востребованная опция. Этот комплекс находится тоже в центре Цель Амзеи. Есть еще в Цель Амзеи два альпенпаркса, один чуть подальше от центра, и один вот в зоне катания шудров, там, где Арайтбан я вам показывала. Есть еще один в Капруне, мы к нему сейчас перейдем. Переезжаем в Капрун, да, я сказала совсем чуть-чуть, вон вы видите, сколько тут нужно проехать, вон он светится вдали. Цель Амзеи такой городок, да, городок, железная дорога, был центр, цель раньше была, да, хижина отшельника, такой немножечко, да, паломнический характер носила место. И он такой городок, там есть прогуляции, пешеходная зона, да, магазинчики разные, дискотеки и так далее. Капрун поспокойнее, поспокойнее, действительно бывший поселок горных проводников, потом превратившийся в курортный поселок, но тоже есть и рестораны очень интересные, и бары есть, и дискотека есть, в общем, совершенно не обязательно ездить вечером в Цель Амзе, хотя это тоже, хотя это тоже можно сделать. И вот там уже за ним виднеется, виднеется ледник Кичтайнхорн, Капрун ближе к Кичтайнхорну, чем Цель Амзе, но в любом случае и из Цель Амзе, и из Капруна к подъемнику к нижней станции, подъемнику на ледник, нужно подъехать на горнолыжном автобусе, включено в стоимость. Говорила, вот еще вам один Альпин Паркс в Капруне, здесь тоже по той же системе он работает, здесь тоже есть сауна, здесь тоже можно заказать питание разнообразное. Есть также еще один Альпин Хаус, брат того, что в Гастане сейчас находится, единый менеджмент у этих отелей, он тогда-то был Штегенбергером, он был построен как такой отель, где можно бизнес-встречи проводить, бизнес-семинары, его отремонтировали, у него новая совершенно зона велнос получилась, что в этом отеле интересно, если вдруг у вас будет, например, такой запрос, они бывают, да, перелет регулярным рейсом до Мюнхена, скажем, какая-то небольшая компания, и хотят не субботу-субботу, как это обычно принято, а хотят, например, четыре дня, да, там, четыре ночи, четыре ночи, да, и заехать, например, не в субботу. Вот этот отель, в связи с тем, что номеров здесь достаточное количество, может себе это позволить и предлагает по запросу вот такую возможность. И обратите, пожалуйста, внимание, в этом отеле действует также акция раннего бронирования, но она не до какого-то числа, а это бронирование за 60 дней до заезда нужно сделать. Есть у нас, конечно, и пансион, да, характерный, называется он пансион Австрия, он расположен немножко дальше от центра, да, если Альпенхаус тоже в самом центре практически находится, Капруна, то этот немножечко подальше. Но остановка горнолыжного автобуса рядом с пансионом очень уютно, очень семейное размещение с завтраком предоставляет. Есть апартаменты более бюджетные на этом курорте в Капруне, это вот апартаменты Вайдмансхайль, собственно, ни пуха, ни пера в переводе, если мне позволят такое выражение. Они к четверым звездам тоже относятся, и к ним же относящийся дом, не так далеко от Вайдмансхайля, апартаменты Готхарт. Слава богу, они усреднили свою категорию апартаментов, раньше у каждого апартамента была своя категория и было свое собственное название, там, я не знаю, апартамент Березка или апартамент Плакучей Ивы. Они, слава богу, ввели сейчас систематизацию, сами решают, кто в какую Березку или в Иву попадет, и вы видите опять возможность размещения до 8 человек, есть апартаменты спальня, три спальни плюс гостиная, и есть специальные предложения, они уже отражены в подборе тура будут, когда предоставляется бонус ночи, когда 7 равно 6, и 14 равно 12, здесь вот это тоже указано, обращайте, пожалуйста, ваше внимание при подборе тура, при поиске размещений, при рекомендациях, которые вы даете вашим туристам. Тауэрн-спа, я обещала, термальный комплекс, он находится в 15 минутах пешком от центра Капруна, он такой, да, вот как будто в поле, что ли, поставлен, рядом проходят лыжни для беговых лыж, шикарный совершенно, в Целянзе Капруна лыжня, просторная, оборудованная, широкая, освещенная, очень удобная, около к отелю подходит все время, да, горнолыжный автобус, специально развязку построили на дороге, только чтобы было удобно туристам добраться. И вот если вы посмотрите, вот он отель, вот у него его собственный спа-центр шикарный под крышей, вот у него свой собственный открытый бассейн с термальной водой, как балкон сделан, да, с прозрачными стенками, вы как будто парите, когда в этой воде плаваете, вокруг вас горы, горы, снег очень красивый, и вот он переход, да, отель тоже соединен, естественно, с переходом, с общественным термальным комплексом, тоже включено все в стоимость, проходите в халате, можете заходить чуть раньше, чем для основной публики открывается, открывается комплекс, ну и шикарный комплекс на улице, вы видите, с водопадами, с крытыми бассейнами, с массажем, с детской зоной отдельной, да, когда дети не мешают своими воплями, при скатывании с горки тихо, мирно отдыхающим солидным гостям в тихой зоне. Очень хорошая кухня, очень приличные просторные номера, да, по последнему, скажем так, слоу-технике оснащенными. Дайте я проверю, пожалуйста. Так. Ну а теперь переходим к нашей, да, любимой теме. Мы, правда, ее очень любим. Мы любим детей, мы любим их родителей, мы очень любим наш детский лагерь Альпийская дача. Значит, Альпийская дача, Сергей меня поправит, уже, да, седьмой сезон поедет, поедет кататься на горных лыжах в Целямзее. Альпийская дача – это проект, да, отдыха детей и подростков от 10 до 15 лет. Это летние смены, да, обычно это две итальянские, две австрийские летние смены. Летние смены тоже проходят в Целямзее. И, как минимум, одна зимняя смена, она приходится на школьные новогодние каникулы, в этом году со 2 по 9 января. Сергей уже сказал, что в этом году мы полетим с детьми через Клагенфурт и покажем им что-нибудь особенное в Каринтии, а потом привезем на дачу. Ну и сейчас мы с вами посмотрим, что из себя представляет комплекс и чем там дети занимаются. Значит, комплекс, сори, картинки здесь летние, ну и лето хорошо, если вы будете в курсе про альпийскую дачу. Значит, он находится в том районе Целямзе, который называется Шутдорф. Я вам показывала, да, такой нос выступающий, отделяет центр Целямзе от Шутдорфа. До озера можно дойти пешком минут за 20-25. Шикарнейший совершенно комплекс называется Югенд Круг. Да, молодежный клуб Китштайнхорн, принимает организованную группу детей со своими воспитателями из разных стран. И из Австрии, из Германии, из Великобритании, из Голландии приезжают дети, и с Чехии, и из Польши. Уже больше 35 лет во владении одной и той же семьи, семья этим занимается. В 2002 году они построили шикарный, вот здесь вы увидите, новый комплекс. Там и номера для проживания детей и воспитателей, и у клуба очень большая территория, и на этой территории масса... Посмотрите, пожалуйста, качество номеров. Качество номеров в этом корпусе. Наши дети живут именно в этом корпусе всегда. Размещают от 3 до 4 человек в одной комнате. Шикарное совершенно... хорошее, достаточное питание, организованная кухня, питание, самообслуживание, то есть дети сами берут себе на завтрак шведский стол, обед и ужин – это самообслуживание, но выдаются блюда. И у клуба большая территория. На этой большой территории у них масса для летнего отдыха всяческих возможностей. И поле для стритбола, и волейбол, и баскетбол, и болдеринг, и батуты, и все, что хотите. И вот в 2002 году, когда строили новый комплекс, все это повторили, но под крышей. То есть сейчас для активного отдыха в непогоду или зимний период там сделано все возможное. Я просто пролистаю пару картинок, вы посмотрите, что это такое. То есть это очень комфортное и удобное место для того, чтобы дети могли проводить там досуг, будь то летом или зимой после катания. Переходим к зимней смене. Значит, зимняя смена, я уже сказала, со 2 по 9. Чем занимаются в зимней смене? Это всего одна неделя. Занимаются здесь горными лыжами, причем задача, с детьми едут воспитатели, вожатые, они же профессионально лицензированные инструкторы по горным лыжам. Задача, конечно, не вырасти каких спортсменов, а дать возможность попробовать заниматься горными лыжами, поучиться, научиться как безопасно кататься, как безопасно вести себя на склоне. Есть там разные группы, их разбивают по уровню подготовки. Тот, кто уже хорошо катается, могут поучиться новым каким-то элементам, могут поучиться фан-элементам. Я вам сейчас парочку покажу. Что будет в альпийской даче в этом году? Я уже сказала, перелет из Москвы в Клагенфурт и потом обратно, из Санкт-Петербурга в Зальцбург и потом обратно. И в пакет, который стоит 1599 евро, включено практически все. Перелет, трансфер, страховка, горнолыжный курс, причем горнолыжный курс включено, и скипас, и прокат оборудования. Четыре дня они катаются, заключительный день соревнования проходят с вручением дипломов. Дополнительно оплачивается, собственно говоря, только виза и экскурсионная программа. За неделю, конечно, большой экскурсионной программы у детей не получается, потому что у них катание, потом они возвращаются обратно, они должны еще успеть творческую программу свою реализовать, она у них обязательно есть даже в короткой смене. Поэтому экскурсия бывает одна, скорее всего, чаще всего это в пятницу перед отъездом, это может быть Задзбук или Инзбук, и они раз в неделю обязательно посещают Тауэрн-спа, термальный комплекс с купанием. Значит, я пролистала быстро, но если Сергей, может, напишет нам сейчас адрес в интернете альпийской дачи, www.alpendacia.eu, где есть подробнейшая информация обо всех сменах с живыми фотографиями, с живым видео, есть страница на Фейсбуке, которая точно так же называется «Альпийская дача», и вы там можете посмотреть, чем там действительно дети занимаются. Я вам хочу сказать, что тот, кто однажды съездил на альпийскую дачу, мечтает вернуться возвращаемость детей в альпийской даче 70%, потому что принцип альпийской дачи это не просто под присмотром детей там подержать, а с детьми постоянно занимаются, детей социализируют, если можно так сказать, чтобы дети общались не только в виртуальном мире, общались со сверстниками и уважительно относящимися к ним взрослым. Про летние смены мы вообще пишем, приезжайте, чтобы личность вашего ребенка смогла раскрыться. И я сейчас дам вам немножко отдохнуть от моего длинного рассказа и включу наконец-то видео. И мы посмотрим, как... Да, кстати, видео дети снимают сами, монтируют потом, да? Поэтому имейте в виду, что вот это такой лайф из прошлого года. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 помогут вам работать с клиентами. Спасибо вам огромное. Продолжение следует...